Аркадий Гайдар интересные факты. Родители оказали значительное влияние на жизнь Аркадия Гайдара. Они были революционно настроенными людьми и принимали участие в событиях 1905 года. Сам он позднее приветствовал революцию большевиков и участвовал в гражданской войне в России, а также воевал в Великую Отечественную. Вся биография Аркадия Гайдара неразрывно связана с армией и военными действиями. Когда он был еще ребенком, началась Первая мировая, и его отца забрали на фронт. Тогда он сам сбежал из дома, чтобы присоединиться к нему, но, к счастью, юного беглеца вскоре поймали и вернули обратно на попечение матери. В возрасте 14 лет Аркадий Гайдар был зачислен в ряды Красной армии в чине рядового. Еще подростком он принял участие в гражданской войне. В первый раз ему довелось побывать в бою в 15-летнем возрасте, и он получил ранение. А в 17 лет его уже назначили командовать полком, потому что вышестоящие офицеры разглядели в нем талант настоящего командира. Настоящая фамилия Аркадия Гайдара – Голиков, но все свои произведения он публиковал исключительно под псевдонимом. Причем он никогда и никому не рассказывал о том, откуда этот псевдоним взялся, так что на этот счет до сих пор существуют самые разные теории. Современники утверждали, что Гайдар был человеком очень жестким, сложным и крайне упрямым. О нем негативно отзывались и подчиненные, и гражданские чиновники, которым приходилось с ним взаимодействовать. А вот командование его ценило. Вышеупомянутое упрямство Аркадия Гайдара сыграло ему на руку, когда он уволился из армии и начал работу над своими первыми литературными произведениями. Они были холодно встречены критиками и публикой, но начинающий писатель не отчаялся. Вместо того, чтобы все забросить, он сделал выводы, продолжил работу и вскоре смог добиться успеха. Пройдя две войны, Аркадий Гайдар получил несколько тяжелых травм, причем затронут был даже его мозг. Кроме того, психика его изрядно пошатнулась после всего, что ему довелось пережить. Несколько раз писатель пытался покончить с собой, и он неоднократно проходил лечение в психиатрических клиниках. В последние годы жизни он часто говорил, что его преследуют призраки людей, убитых им в молодости. После начала Великой Отечественной войны, писатель отправился на фронт в качестве военного корреспондента, но вскоре присоединился к отряду партизан, взяв на себя обязанности пулеметчика. С этим грозным оружием он был знаком не понаслышке. Продлилась его партизанская деятельность очень недолго, Аркадий Гайдар вскоре погиб в бою. Обнаружив вражескую засаду, он успел крикнуть, чтобы предупредить остальных партизан, но сам пал первой жертвой вражеского огня. Самым знаменитым его произведением является сказка о военной тайне, о Мальчишеке-Бальчеше и его твердом слове, неоднократно экранизированная в СССР. В Москве даже поставили памятник Мальчишу-Кибальчишу, причем он стал первым советским памятником, посвященным не реальному человеку, а литературному персонажу. За свою короткую, всего 37 лет, жизнь Аркадий Гайдар успел написать более сотни рассказов и фильеттонов, хотя с масштабными литературными жанрами, вроде романа, он никогда не работал. В СССР его книги пережили более 50 переизданий.